Медицинский центр Елизавета Информационная картина уходящей недели в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. И вот наиболее заметные темы этих семи дней. Бои настоящих чемпионов. Оренбург принял престижнейший турнир ММА. Открыли уникальный МФЦ, наградили лучших представителей бизнес-сообщества и необычным образом отметили свой профессиональный праздник. Эта неделя прошла под эгидой Дня предпринимательства. И уникальные животные обживают уральские прерии. Корреспондентам телекомпании «Регион» удалось приблизиться к лошадям Поржевальского. Начинаем со смертельной аварии, которая потрясла многих горожан. На проспекте Победы мужчина на скорости врезался в столб. ДТП произошло накануне. От удара десятку буквально расплющило. В итоге автолюбитель скончался на месте. В ГИБДД нам уточнили, жертвой аварии стал 45-летний местный житель. Не исключено, что мужчине за рулем стало плохо, он потерял управление и влетел в столб. Подробности ДТП пока выясняются. Вместо элитного алкоголя дешевый суррогат. Оренбургский районный суд на этой неделе начал рассматривать уголовное дело в отношении организованной преступной группы. Шестеро обвиняемых производили и избывали контрафактное спиртное. Подпольный мини-завод сотрудники полиции обнаружили в поселке Южный Урал. Оказалось, дело было поставлено на поток. Одних только пустых бутылок изъяли около 60 тысяч. В период с 1 ноября 2014 года по 11 марта 2015 года совершил производство, хранение, перевозку в целях сбытов и продажу особо крупном размере немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Кроме паленой водки, бутлегеры подделывали и элитные сорта алкоголя. Например, знаменитый коньяк Хеннесси. На бутылки приклеивали фальшивые акцизные марки. Материалов по делу ОПГ накопилось на десятке томов, которые с трудом поместились в зале заседания. Очевидно, точку в этом деле суд поставят еще не скоро. Ну и теперь другая история, в которой уже известен финал. 6,5 лет колонии и штраф 150 тысяч рублей. Тержинский районный суд вынес приговор педагогу из Оренбурга Ирине Акашевой. Я напомню, она обвинялась в мошенничестве. За 10 лет ей удалось обмануть людей на 10 миллионов рублей. Женщина заманивала своих жертв, обещая дешевые квартиры и машины. В итоге оренбуржцы брали огромные кредиты, отдавали Акашевой свои накопления, но обещанного так и не получали. По такой схеме женщина оббирала своих друзей, коллег, случайных знакомых и даже родственников. Гособвинение хоть и настаивало на 8 годах тюрьмы, но посчитало приговор справедливым и обжаловать его не будет. Пресекать, чтобы не повторилась трагедия. На этой неделе в регионе ввели противопожарный режим. Запрещено разводить костры и сжигать мусор. Такая мера необходима для того, чтобы избежать ЧП, похожее на то, которое произошло 2 года назад на горе Сулак. Тогда там сгорели десятки дачных участков. Стало ли для садоводов это уроком? В рейд сотрудниками МЧС отправился и Мереке Ульманов. В Оренбург пришла жара. Синоптики говорят, такая температура на 10 градусов выше нормы и есть риск возникновения пожаров. Чтобы этого не случилось, в регионе введен противопожарный режим, который продлится до 5 июня. Затем, чтобы он не нарушался, контролируют в МЧС. Сотрудники ездят по поселкам и дачам и следят, чтобы люди не жгли костры. В один из таких рейдов сотрудниками Госпожнадзора мы отправляемся в дубки. Как и ожидалось, искать нарушителей долго не пришлось. Рабочие собрали деревья, мусор в одну кучу и, не придумав ничего лучше, подожгли ее. Вот только понять, кто виноват и кого, собственно, штрафовать у инспекторов не вышло. Гости из Средней Азии на ломаном русском говорят, разжечь костер им приказал владелец соседнего участка. То, в свою очередь, всячески отнекивается. На территории области введен особый противопожарный режим, и разведение костров запрещено. Ну мы не причем, я не знаю. А разводил кто? Он, он, там, вот парень. Вот он подтвердил, вы заставили развергать. Я никого не заставлял. Мы вас не оскорбляли. Вы туши пожар свой. Это не наш пожар, это ваш пожар. Вы вот, вы вот наказываете, кто вот эти заросли. Мы их тушим. Давай поливать. Состоянно. К чему мог привести такой костер в 30-ти градусную жару, нетрудно догадаться. Рядом находятся брошенные строения, садовые домики, брошенные участки заросшие, где сухая растительность. И если бы вовремя это не предотвратить, возможно было возгорание и строений, и сухой растительности на участке, который может распространиться по всей территории. Как это произошло два года назад на горе Сулак. Тогда огонь на дачах полыхал целых три дня. К счастью, обошлось без жертв, но сгорело три десятка садовых участков. А мы продолжаем искать поджигателей. Объезжаем едва ли не все дачи, заглядываем в узкие улочки садовых участков. Но нарушителей противопожарного режима больше не находим. Инспекторы говорят, все, что можно было, жители сожгли еще весной. Тем не менее, в МЧС обещают по мере своих сил и дальше следить за тем, чтобы люди не разводили, где попало костры. Мирики Ульманов, Вадим Нечаев. Наше время. Ну теперь главное спортивное событие недели, которое оказалось под прицелом всего мира. В Оренбуржье откремел финал чемпионата России по ММА, а также турнир «Битва в сердце континентов». За право назваться лучшими бойцами страны сражались 120 гладиаторов, в том числе 7 оренбуржцев. Поддержать их пришли около 4000 человек. Среди них мировые звезды ММА, а также сам Федор Емельяненко. В стороне от зрелищных и непредсказуемых сражений не могла остаться и наша Екатерина Киселева. 65,7 килограмма Тимур Нагибин. Ради встречи с Михаилом Коробковым, на счету у которого 9 победных поединков, наш Тимур Нагибин сбросил 16 кило за 3 недели. А еще досконально изучил тактику оппонента. Он вышел на ринг под почти народную песню, да такую, что у зрительниц сразу сердце защемило. Под большим шатром голубых небес вижу, дальше тебе зеленеется. Он не имел права на поражение, ведь к бою несколько месяцев Тимура готовил легендарный Александр Шлеменко. А в секундантах значился чемпион мира по версии М1 челлендж в полусреднем весе Алексей Кунченко. Надо было так же, так дальше, так же, уже 2-3 раза, он был уже в полу, конкретно. Почти сразу Тимур дал понять, он сильнее. Казалось, еще чуть-чуть и раунд закончится досрочно, но до нокаута все время капли до не хватало. Нагипин победил уверенно, подарив зрителям зрелищный бой, но с собой остался крайне недоволен. Знаете, я максималист, если бой не досрочно, я не работаю. Я не все показалось, что умею. Ну, это, наверное, то, что я молодой, мне 21 год всего. Но я наберусь опыта, наберусь сил. Будет акаут. Любимый Оренбургом Дамир Исмогулов к бою подошел с небольшим перевесом после небольшой болезни. И это при том, что биться ему предстояло с настоящей глыбой. Раулен Татараулей из Грузии. В победу нашего парня верили не все, но поддерживал каждый. Боец Оренбург! Боец Оренбург! Старт поединка подтвердил худшие опасения. Зал то замирал, то вздыхал хором. Но был среди толпы болельщик, которому в этот момент было больнее остальных. Обычно все время выигрывал, а я думал, на этот раз проиграет все. Дамир резко потянул на себя одеяло во втором раунде и заставил крепко понервничать всех и каждого. А потом наш болец сделал, казалось бы, невозможное. Он подарил победу своей большой простой семье из первомайки. Он подарил ее каждому из нас, казалось, оставив на ринге все свои силы. Поначалу Дамир даже встать не мог. Я еще по воле Всевышнего ни разу дома не проиграл. Сколько бился, я всегда выходил победителем. Ушала, это так и будет. Штефан Пютц и Андрей Селицов закусились еще на взвешивании. Немецкий терминатор вручил бывшему спецназовцу масло и предложил смазать заживевшее оружие. Тот напомнил, что в мае русские немцам не проигрывали. Пока гладиаторы мерялись силами, зал кричал «Давай, как в 45-м!». Но повторить того успеха не получилось. От титульного боя ждали зрелища бескомпромиссного, непредсказуемого. Ведь на кону был чемпионский пояс. Однако самая главная схватка турнира оказалась не самой зрелищной. Иногда, казалось, все происходит как в замедленной съемке. Три раунда бойцы осторожничали, причем преимущественно в стойке. В итоге дагестанец Рашид Юсупов забрал чемпионский пояс подопечного Федора Емельяненко себе. Иными словами, Вадим Немков расстался со своим титулом при первой же попытке его защитить. Новый чемпион М1-челлендж по утяжелом весе. Рашид Юсупов! Само грандиозное спортивное событие его организаторы решили посвятить герою России Александру Прохоренко. Память офицера военной разведки весь зрительный зал пощетил минуты молчания. На уходящей неделе предприниматели отметили свой праздник. В пятницу по этому случаю в Оренбурге открылся МФЦ для бизнеса. В отличие от других многофункциональных центров, услуги здесь будут получать именно предприниматели. Кроме консультации в МФЦ можно будет в сжатые сроки пройти регистрацию своего дела, уладить вопросы, связанные с налоговой отчетностью, оформлением земли и имущества, а также получать информацию об инвестиционных проектах, программах господдержки и муниципальных заказах. По задумке это упростит жизнь представителей бизнес-сообщества, сократив бумажную волокиту. Открытием вот такого офиса для малого и среднего бизнеса мы решаем еще одну из наиглавнейших задач, это устранить из цепочки звено под названием чиновник. У нас, конечно, большинство это очень добросовестные и законопослушные чиновники, но есть и нерадивые. Поэтому вот этих нерадивых мы из этой цепочки и исключаем. Ну и добавлю, в области на сегодня действует 43 многофункциональных центра. До конца этого года в регионе откроется еще 6 МФЦ для бизнеса, а до конца 2018-го такие центры будут работать в каждом городе и районе Оренбуржья. Ну и, конечно, в преддверии праздника отметили выдающихся бизнесменов Оренбуржья. Награждение провели на открытии летнего сезона бизнес-клуба «Ключевые персоны». Формат общения получился не только развлекательным, но и познавательным. Участники обменивались успешным опытом в развитии и поддержке своего бизнеса. Поделиться, чем было и нашей телекомпании, еженедельно, уже два года в эфир, с успехом выходит программа «Это мое дело». Как раз о тех, кто, несмотря на сложности, улучшает экономику региона. Мы хотим вручить вам персональную карту члена бизнес-клуба. Чем живет Оренбургское предпринимательство, теперь может узнать каждый владелец данной карты. Программы, тренинги, актуальные новости. Все через специальный сайт, презентация которого состоялась на шестой встрече бизнес-клуба «Ключевые персоны». Его проводит всем известная компания «Виконт Медиа». Хочется, чтобы бизнес-сообщество было, чтобы люди общались, была возможность встречи, неформальные встречи, получать от этого некие преференции. Бизнес-клуб «Ключевые персоны» был создан в декабре прошлого года. Его аудитория – это деловые люди, политики, медиаперсоны. Сегодня в клуб официально включено порядка ста предпринимателей. Бизнес они знают, работают, общения не хватает. Мало того, это мероприятие больше развлекательного плана. А с утра было заседание бизнес-клуба, там делового плана. Обмениваются мнениями, мозговые штурмы, тоже польза. Это не просто встречи, а обмен опытом и в то же время возможность лично познакомиться с ведущими представителями бизнес-сообщества, многие из которых были также отмечены специальными дипломами Торгово-промышленной палаты Оренбургской области. А вот особой признательностью достоилась генеральный директор телекомпании «Регион» Татьяна Абдульманова за активную информационную поддержку предпринимательства. Уже второй год на нашем телеканале с успехом выходит программа «Это мое дело», получившая признательность на всероссийском уровне. В нем приняло участие уже 58 предпринимателей Оренбургской области. В основном, так как делается это за счет телекомпании «Регион», поэтому мы помогаем самым малым предпринимателям, самому малому бизнесу. И у нас были очень интересные проекты. Тем, кому посчастливилось стать героями программы, сегодня с благодарностью отмечают. Проект не только интересен, но и показывает реальную жизнь оренбургского бизнеса. Что дала мне эта программа, «Мое дело». Я рада то, что людям преподносят это, как на самом деле огромный труд. И я благодарна этой программе, что она именно выполняет эту миссию. Следующая встреча бизнес-клуба состоится уже в июне, а это значит, что впереди ожидаются еще много необычных проектов, которые впоследствии будут реализованы для блага экономики Оренбуржья. Екатерина Волкова, Владимир Семенов, «Наше время». Но однако сам праздник предприниматели решили отметить ударным трудом. В Зуральной Роще в минувшую пятницу организовали «Большой субботник». Представители власти, сотрудники крупных предприятий и малого бизнеса вышли, чтобы очистить одно из любимых мест отдыха горожан. Как это было, увидел Юрий Мишенин. Я думаю, что наведение порядка в Зуральной Роще – это дело в честь каждого оренбуржца. Действительно, каждого независимо от должности и положения, потому все взялись за работу. Вот красит заместитель главы Оренбурга по экономике и финансовым вопросам Елена Ремезова. В работе использует почти все цвета радуги. Говорит, эта палитра не от дизайнера, а от души. Просто, чтобы было ярко. Вот красили, вспоминали. Почему раньше все было черное, коричнево, серое, а сейчас разноцветное? Значит, народ в душе все-таки не так все плохо. Машины, давайте сюда. У мужской части администрации Оренбурга и работа чисто мужская. Грузить стволы старых деревьев и ветки в машины. Несколько минут и грузовик забит до отказа. Каждый делает свое дело, а вместе получается большая и полезная для города работа. Покрасить бордюры, посадить цветочки, покрасить малые архитектурные формы, убрать поросль из деревьев, тем самым сделать зауральную рощу более безопасно. Вот если вы так смотрите вдаль, то видите, что на расстоянии 200-300 метров абсолютно все видно. На очистку зауральной рощи вышли больше тысячи человек. Руководители города и области, предприниматели. Работают все вместе. Вот Елена Батурина, представитель малого бизнеса, говорит, не смогла не поддержать идею предпринимательского субботника. Сюда пришла вместе с сыном. А что? Тут каждые руки важны. Спросили, кто пойдет. Кто руку поднял, те пошли. То есть там три человека. То есть в принципе только все на добровольной основе. Все желающих было. Сколько было, столько пришли. У крупных предприятий оснащение солидное. Без большой техники здесь точно не обойтись. Поросель, ветки, старые деревья. Огромные кучи собирают сначала в погрузчик, а потом в самосвал. В бригаде строительно-инвестиционного холдинга «Ликос» 25 человек. Работают слаженно. Еще бы. Объем на субботнике у них солидный. Нам надо будет убрать достаточно большую территорию. Порядка, наверное, около 2-3 гектар земли. Спиленные ветки собрать, собрать мусор, привести все в порядок, облагоустроить, в общем, нашу территорию. Убрать мусор и ветки, украсить рощу малыми формами. Холдинг «Ликос» подготовился солидно. Вот на главной аллее установили именную лавочку, особенную, кованую. Возможно, именно она для кого-то станет счастливой. К слову, с инициативой провести субботник предпринимателей выступил депутат законодательного собрания, генеральный директор холдинга «Ликос» Александр Кунеловский. Зауральную рощу выбрали не случайно. Коллективные действия по благоустройству нашего любимого города. Зауральная роща – это символ города, это место, где должны отдыхать семьи, наши дети. И ее надо приводить в порядок. Поэтому остановились вместе с администрацией на этом объекте. И я думаю, что место проведения этого субботника и само проведение субботника станет хорошей традицией для всех предпринимателей города Оренбурга. Есть предложение закрепить за предпринимателями участки в Зауральной роще. Пусть будет у каждого своя зона ответственности, чтобы одно из популярных мест отдыха выглядело вот так не только после субботника, а постоянно. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Ну и важная новость для автолюбителей. Улица Рыбаковская снова перекрывается. Правда, теперь ограничения действуют на отдельных участках. До 7 июня прекращается движение транспорта по Терешковой на пересечении с Рыбаковской. С 7 по 14 июня перекроют перекресток Комсомольской и Рыбаковской. А с 15 по 22 июня движение запретят на пересечении Пролетарской и Рыбаковской. Там завершаются дорожные работы. Ну и еще есть события недели. Уникальный для России центр по реинтродукции лошади Пржевальского официально открыли в Оренбурге. Находится он на территории заповедника Оренбургский и создан специально для восстановления популяции дикой лошади. Вообще на территории центра уже обитают 6 представителей этого вида. Живут они под наблюдением специалистов полгода, но гостей к животным раньше не допускали. Чем уникальен новый центр и сможет ли его увидеть каждый желающий? Одной из первых познакомиться поближе с новой визитной карточкой нашего края удалось Ольге Патрушевой. Площадь заповедника 16,5 тысяч гектаров. Это территория бывшего военного полигона летного училища. Теперь здесь живут лошади Пржевальского. Единственное, сохранившийся на планете вид дикой лошади. Это жеребец Авин. Видите, у него такая толстая шея, он достаточно массивный, но, скажем так, он упитанный парнишком. Рядом с ним проходит такая белокурая красавица, олива, четырехлетняя кобыла. Руководитель центра знакомит нас со своими питомцами. Всего за полгода она смогла приручить шесть абсолютно диких лошадей. Чтобы животных не пугать, гости здесь разговаривают в полголоса и наблюдают издалека. Татьяна же напротив. Подзывает их криком, и животные сами к ней идут. Они сначала животное опознают по внешнему виду. Но мы, поскольку часто меняем одежду, то лучше, конечно, приучить на голос. Вот. Наши инспектора, кто подходит тоже иногда, они, например, посвистывают им. Ну, вот я так кричу. Можно кричить? Все подряд. Я их называю. Манюнники, зайчики, котики, лапушки. А вообще их зовут Авин, Селена, Олива, Паприка, Лаванда, Сангрия. Все шестеро иностранцы из французского заповедника. Там, правда, жили в горах и в тепле. Но наши равнины и степи им быстро пришлись по душе. Лошади легко перенесли суровую зиму и даже успели прославиться на весь мир. Это они, спящие в причудливой позе на знаменитой фотографии газеты «The Guardian». С ним и кто-то, кстати, сделала Татьяна. Они все зарегистрированы в Международной племенной книге, которая ведется очень давно и родословно известна с 1899 года. То есть они более даже, может быть, породистые, чем многие люди. Задача ученых – с помощью них восстановить популяцию дикой лошади. Где планируется, в 2030-м животных будет уже около 200. В этом году ждут пополнения из Венгрии. Однако речь идет только о полувольных условиях в итоге. В России это пока единственный центр, но в мире уже восьмой. Кроме Франции есть в Казахстане, Китае и в Монголии. Последние, кстати, добились колоссальных успехов. Но, к сожалению, ветеринарное законодательство нашей страны запрещает ввозить оттуда скакунов. В Монголии мы начали заниматься этим с 92-го года. У нас уже 500 лошадей Пржевальского. Как исторически сложилось, мы кочевой народ. И с этим связан успех нашего проекта. Мы с самого рождения общаемся с лошадьми. Надеюсь, с оренбургскими коллегами мы будем обмениваться опытом. В России сегодня больше, чем на лошадей Пржевальского, тратится только на восстановление популяции амурского тигра. А создать и открыть этот центр удалось благодаря финансовой поддержке степного проекта – программы развития ООН. Сейчас, думают, и над возможностью пустить к лошадям туристов. Скорее всего, экскурсии будут в формате сафари-парка. Ольга Патушев, Косматин Воробьев. Наше время. На маяке появился общественный совет. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться жителям 7-го округа, будут обсуждаться на специальных заседаниях. Мне нужен Генштадт. Мне нужны вот эти неравнодушные люди, как я себя тоже считаю. Люди, которые на самом деле знают проблемы сегодня тех улиц, тех домов, тех микрорайонов, в которых они живут. На первое заседание собрались активисты промышленного района, люди, которые знают жизнь своего округа изнутри и готовы ее делать лучше. Благоустройство там, где мы живем, чтобы было красиво, чисто. Всем было приятно. Вот с этим я в часах. Я очень благодарна. Давно наблюдаю за работой Сергея Борисовича. Это прекрасно. То, что он делает со своей группой, это прекрасно. Молодежь выступает. В общем, заняты они, заняты делом. И воспитание идет прекрасно. Такие встречи будут проводиться регулярно. И, как считает депутат Оренбургского городского совета Сергей Попцов, только при совместном обсуждении и адресном решении проблем удастся в полной мере реализовать наказы избирателей. Главная задача депутата – это, конечно, организовать население. Ведь все своими руками. Там, где мы живем, там должно быть чисто. Там, где мы живем, там должно быть красиво. Там, где мы учимся, там, где мы ходим в садик, там должно быть все обеспечено. Это все в наших руках. На страже урологического здоровья в ОКБ номер 2 презентовали современный метод лечения рака предстательной железы. В рамках заседания урологов Оренбургской области вице-президент Российского общества урологов Михаил Коган провел мастер-класс по лапароскопии. В нашем регионе такая операция проводится впервые. Заболевание очень распространено. В России ежегодно десятки тысяч больных живут с нововыявленным диагнозом. Этих больных нужно правильно пролечить, правильно прооперировать, для того, чтобы они могли сохранять и трудоспособность, и свою социальную активность. И главное, чтобы они жили так же, как они жили до этого жуткого диагноза. Сегодня мы это можем делать. Ну и далее в выпуске информация об отключениях. Завтра на некоторых улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Более подробная информация представлена перед вами. Телефоны горячей линии 56 83 38, либо 98 48 48. Ремонтные работы продлятся до 6 вечера. Ну и в конце немного коммерческой информации. Спонсор программы «Медицинский центр Елизавета». Качественное лечение алкогольной, никотиновой, игровой и пищевой зависимостей. Полноценное снятие тяги. Программа «Антистресс. Нормализация сна». Лечение проходит анонимно, индивидуальный подход. Центр имеет государственную рецензию. Адрес Гагарина 23А. Предварительная запись по телефону 21 00 66 55 14 01. Ну и напомню о нашем сайте в интернете. Его адреса телеканал регион.ру и 56nv.ru. Там для вас доступны актуальные новости города и области, а также выпуски программы «Наше время» и другие интересные проекты телеканала «Регион». Кроме того, на сайте имеются рубрики «Народные репортеры» и новые объявления с информацией о городских вакансиях. Вот такой была эта неделя. Будьте с нами, живите в наше время уже новые 7 дней. Всего доброго и до встречи. А ты выбрал свою картинку? Медицинский центр «Елизавета». Передовые методы лечения алкоголизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова